Ремонт спустя десятилетия. В Смеле Черкасской области открыли отделение центральной районной больницы. 175-летнее здание до прошлого года видело только косметические ремонты. Утро в поликлинике Смелянской райбольницы. Час пик. Каждый день сюда приходят до тысячи пациентов с осея круги. Накануне в здании закончили капитальный ремонт. Нина Хоменко приехала из соседней Балаклеи на прием к эндокринологу. Удивлению не было предела. Тут очень хорошо. Не видно этих печей. Эти печи тут вечно. Век на помине. Очень хорошо. Я зашла в Черкасах, в диагностическом центре. Вот такая красота. Это не просто больница, а памятник архитектуры середины 19 века. С гордостью рассказывает главврач. В этом году исполнится 175 лет со дня открытия поликлиники. Ее основал граф Бобринский для рабочих своей фабрики. С того времени ни одного капитального ремонта здесь не проводили. Только косметические. Все было так старесно и прогнивше. С потолка высели куски фарбы. Штукатурка обвалилась. И тому, ну, все треба побачить. Было, что тут было. Это, ну, можно зараз так описать словами. Реконструкцию начали в прошлом году. За это время полностью обновили интерьер, заменили старые печи на современное отопление. Провели водопровод и канализацию. Денег частично хватило даже на оборудование для кабинетов. 25 кабинетов. Закуплены новые мебели. Закуплена оргтехника. Проведенный швидкостный интернет. Сейчас у нас мы ждем выделения денег на сессии для закупления программного обеспечения. Чтобы мы могли подключить уже до загальнооблашной мережи, подключить свою локальную систему. И использовать программу электронной карты пациентов. Все это стало возможным благодаря субвенции из госбюджета. Сумма приличная. Более 10 миллионов гривен. Выбить их помог народный депутат Сергей Рудык. За эти деньги смогли восстановить поликлинику, отремонтировать отделение анестезиологии. И начали утеплять фасад самой больницы, говорит нардеп. Давайте закончим. Закончим полностью с работой. Потому что последняя крапля, без которой неможливо вважать заклад сучасным, это замена системы упаления. В этом отделении трубы маленькие, батареи нормальные. Но нужно такое, чтобы было в всем этом отделении. А это поверховая будильня тоже достаточно уже не новая, как я скажу. То есть эту историю завершим. Сергей Рудык надеется, что к концу года появятся деньги и на обновление медоборудования в больнице. Константин Рядин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.